московский привет всем кто на канале прогулки-мурки мы елена и алексей продолжаем смотреть выставку на в днх и вести репортаж для вас в предыдущих выпусках мы побывали в 75 павильоне где находятся региона россии и пообедали по-якутски в доме российской кухни а теперь идем дальше павильон что-то такое яндекс цифра ржд очень мы хотим зайти посмотреть ну вот главный вход на выставку до фонтан дружба народов и вот в контакте павильон ну и вот она яндекс ржд пошли его внутрь и какое-то индустриальное путешествие реальное путешествие в общем здесь стенды говорящие все рассказывают о развитии промышленности вот так вот идешь и смотришь но сойти с маршрута не получится поэтому думайте стоит ли заходить пока я думаю пока я думаю что на любителя этот павильон здесь нет конечно ничего такого яркого это тем кто интересуется действительно серьезными вещами тут какие-то карты двигатели в общем инжиниринговый центр все не так просто вот извивается сама по себе такая вот труба реверс инжирин инжиниринг вроде бы это как раз об этом тут биопринтинг то есть печатание органов вот пожалуйста напечатанное сердце электрический концепт кар если там был инжиниринговый центр то есть там вот все это планировалось до проектирования то сейчас мы перехали перешли в сборочный цех то есть от проекта готовому изделию сборочный цех ну вот тут уже конверт такой правда электронный показывает нам как все бывает как будто бы автоплатформа да мне кажется машина это вот как раз аурус и есть разработка вот он электродвигатель 62 насудивные силы сказали аурус колеса огромная платформа вот это ауруса автомобиля российского очень очень ну такой конвейер на наших предприятиях активно автоматизируются производстве процессы дальше у нас судостроительная версия о метеорчик метеорчик радар на судах такого типа так ух ты ринда вот она ринда корабельная так и тут такой классный стенд можно постоять за штурвалом и поуправлять огромным судном морским пути есть еще какой-то интересный прибор и непонятный а вот да можно все это весь смотреть пассажирские суда россия речная это новое поколение речных теплоходов особенности конструкции позволяют принять задание водных путей страны что важно собрать такое судно из готовых блоков можно на любом судоремонтном заводе современные круизы показывают теплоход мустая карим на котором мы путешествовали как здорово если хотите посмотреть подробности посмотрите на канале прогулки мурки предназначен только для речных круизов то петр великий может ходить и по морским путям важное место в речном флоте занимают скоростные суда над их модернизацией трудятся кораблестроители Леша начал управлять теплоходом мустая карим ну вот сбылась мечта был он на нем пассажиром да теперь капитан капитан мустая карима ну как классно быть капитаном так теперь здесь гражданская самолета и вертолета строения такие мощные макеты смотрите мистинские мешательства прямо в воздухе далее если вы проследуете по нашему залу вы можете ознакомиться с инновационными авиадвигателями они у нас представлены селево какие также справа одна из таких двигателей модель представлены суперджеты в общем-то тоже здесь интересно по-своему химия рядом с человеком отдел контроля качества тоже интересно мастер-класс химические водоросли и капсой да даже можно что-то насемечить это мы вышли куда вот по-моему в РЖД похоже что мы вышли в зал РЖД ух ты да точно точно как красиво новогодняя Россия сейчас мы спросим где вагончик этого поезда так идем по павильону РЖД и вот кажется мы пришли в макет вагона поезда вот-вот-вот-вот смотрите по России ездит поезд Деда Мороза вот дети даже на самых дальних полстанчиках могут зайти загадать желание написать письмо Деду Морозу как-то здорово смотрите и как выглядит этот паровоз в реальности вагон вот-вот-вот он такой там есть почта Деда Мороза там есть вот такое кресло для Дедушки Мороза есть роскошная елочка то есть вот он в окошках посмотрите меняется пейзаж поезд едет по всей России и поздравляет детишек со всей страны смотрите как красиво маршрут поезда Деда Мороза так сейчас я его поближе 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 вот даты где будет какого числа этот паровоз зашла в какой-то наверное макет написано вагоны поразила смотрите можно закрыть умывальник будет стол да да интересно такое такое купе вот РЖД а тут уже Яндекс ну Яндекс.Такси Яндекс.Такси радуюсь потому что на Яндекс.Такси мы и тестировали Яндекс.Такси в Иннополисе в Татарстане это такси беспилотное действительно очень смешно на нем ездить сидишь на задних сиденьях руль крутится сам по себе а инструктор скажем таксист который тестирует машину сидит на переднем сиденье справа вот такое это беспилотное такси на котором мы катались в Иннополисе ну и вот Яндекс.Доставка это робот который доставляет еду мы такой тоже в Иннополисе в Татарстане ездят да и вот Маша например мне сейчас сказала что такой вот робот доставляет почтовую корреспонденцию в Москве у ближайшей к ее месту жительства почты так это картинная галерея такая смешная такая это как везет жизнь в городе будущего шедевром то есть это видимо искусственный интеллект я думаю такая вот картинная галерея созданная искусственным интеллектом интересно так это Яндекс.Кинозал люди смотрят кино это Яндекс.Учебник написано здесь миссия в общем все что связано с цифровизацией вот мир цифры там так написано это я вообще ничего это все конечно будущее которое уже здесь ну до чего то мы доросли до того что нам нужно я думаю да наверное закончился павильон Яндекса и теперь вот павильон цифровизации госуслуги и умный дом Ростелекома тоже все очень интересно Ростелеком рассказать а мы не там в общем да вот да немного у нас конечно изменилось но здесь здесь мы так наступает на пятки умный дом и смотрим теперь да вот теперь жизнь такая вот какая концепция да и все все по-другому собираюсь в отпуск датчики температуры влажности видеокамера датчик дыма камера в детской умная розетка мы покинули этот павильон и теперь видим рядом с павильоном республики Казахстан рядом с Казахстаном мы видим павильон Роснефти и говорят очень такой интересный вот мы в павильоне Роснефти посмотрите какая капля ну наверное нефти прямо на входе это такой сферический экран посмотрите какой красивый чудо не везде такое увидишь даже вот можно зайти посмотреть хотя бы это здесь все вот эти большие панели огромные посмотрите конечно выставки большие выставки это всегда и технологии медиа технологии вот посмотрите пиар технологии то есть удивительно особенно это интересно у компаний бывает имеющих средства ну конечно у нефтяников у гузовиков то есть здесь можно увидеть ну какие-то прям такие чудеса пиар технологии смотрите добыча нефти вот как происходит на море вот посмотрите да много много тут все объясняется нефть переработка что можно изготовить вот защитные шлемы тут нам показывают спортивную одежду какого цвета бывает нефть посмотрите очень даже разного вот тут вот колбочки стеклянные колбы с нефтью крутятся и мы видим нефть и темную притемную и какую-то желтенькую и даже прозрачную удивительно тут какое-то приятное кафе в котором можно посидеть спокойно да кофе будем что ли кофе пить ну а вы хотите ну я могу я не буду но я составлю вам компанию посижу рядом с вами ну а погодите а места то есть что ли если мест нет то смысла нет наверное набрать я только сидячий могу я уже стоять не могу пьем кофе согреваем за теплом да вот опять люди стали подходить хорошо сидим продолжаем осматривать павильон роснефти ух ты какая тут машинка ладушка она кстати разыгрывается да роскошь будет 17 декабря и те кто будет в это время в Москве могут поучаствовать в розыгрыше но мы уже 17 декабря в Москве не будем а так тут можно еще симулятор есть погонять на этой тачке ух ты ух ты вон тут сразу с нескольких экранчиков можно погонять да так ну викторины тут разные кинозалы в общем очень хорошо сделанный конечно павильон но мы его по сути посмотрели и уже подошли к выходу да история развития компании и конечно экологическая ответственность то чем занимаются большие компании всегда пока мы были в павильоне Роснефти стемнело совсем вот совершенно выставка преобразилась заработали какие-то вот инсталляции все стало сверкать так силы у нас еще есть и мы решили пойти и посмотреть еще что-нибудь продолжение в следующем выпуске прогулки мурки оставайтесь с нами